всем вечер добрый ну что сегодня у нас было прохладно все-таки 13 октября совсем прохладно срывался дождь в принципе видео я уже выпустила увидите погода была самая настоящая осенняя совсем уже так неприятно на улице находиться и что мы сегодня решили сделать поскольку веточек у нас и дровишек мы за лето подготовили нормально ну по крайней мере вот на осенний период до зимы до основных морозов мы решили сегодня протопить потому что в доме холодно где-то плюс 17 плюс 18 но очень сыро хотя все везде закрыто все форточки закрыты все закрыто но сыро и прохладно и даже вот покупаться откровенно говоря ну не комфортно потом выходишь и как-то так зябко поэтому решили вот протопить до сидеть конечно с веточками то еще то удовольствие но в любом случае во первых утилизировать нужно веточки во вторых будет тепло в третьих ну как-то знаете в тепле все-таки когда плюс 20 плюс 21 пусть даже на улице сейчас вот где-то плюс 10 плюс 12 не более но все-таки это комфортнее чем в сырости сидеть сегодня решили протопить потому что холодно в доме вы доме плюс 18 сыровато решили сегодня протопить веточки дровишки которые запаслись вот в течение лета начала осени сейчас уже вот как вы видите там дрова внизу не дрова угли там вот сейчас потихонечку начнет теплеть в доме пока не хотим включать отопление потому что дорого может быть как-то попробуем оттянуть до ноября хотя бы в ноябре посмотрим веточек у нас много правда это много времени уходит но в любом случае хотя бы хоть какая-то экономия газа варочные товар очны без него никак но что касается отопления можно пока пока еще нет таких интенсивных морозов и холодов можно пока и веточками покопить это мы стали растапливать во второй половине дня уже на данный момент уже в доме в принципе очень даже тепло хорошо вот по крайней мере но не смотрите то что я в кофте я мерзлячка я не могу даже вот я одену еще на себя что-то потому что ну я привыкла как-то одеваться тепло вот но в принципе в доме уже вполне комфортно можно и покупаться и просто посидеть телевизор посмотреть потому что ну сырости сильно не хочется ничего делать ну посмотрим как будет каждый день конечно мы топить не будем потому что это время забирает сильно и времени у меня так много нету безусловно но сегодня сегодня воскресенье сегодня можно ну а завтра будет другой день может быть не сильно остынет дом пока пока нет морозов ну что завтракали мы сегодня жареной картошкой почему вырабатываем сало вырабатываем лук который уже там начинает немножко портится у нас был кетчуп в общем нажарили и наелись от пузо потому что это все таки сытно да не сильно там полезно но зато сытно зато все выработали теперь можно с уверенностью покупать новую порцию сала свеженького а так с картошечкой ой это обалдеть не так давно сварила я суп овощной как всегда сварила его с куриного и свиного суповых наборов это все выбрали мы остуживаться добавили картошку сделала я зажарку собственно как всегда лук морковь сладкий перец три штучки один кабачочек небольшой такой вот и еще грибы до купила немножко грибы у нас сейчас достаточно дорогие я имею ввиду шампиньоны вот сделала зажарку заправила томатной пастой потом все это в бульон добавила пока она прокипятилась добавила сюда две столовые ложки обычной пшеничной крупы которая обычная не артек вот ну получился супец посолила добавила приправу у меня была универсальная приправа там для супов для борщей вообще для блюд вот последнюю порцию сюда высыпала и получился буду как борщик супик я не знаю как хотите называйте ну короче нам такое нравится мы практически полностью все съедаем вот ну и хватит нам на несколько дней это самое главное чтобы можно было покушать первое всем приятного аппетита еду я вам показала собственно сейчас покажу очень я топила это веточки здесь вот дальше сейчас покажу вам дальше это то что мы тогда с андрюша натаскали это и у андрюша порезал это орех там был срезанный валялся никому не нужный ну в общем вот так вот такие дровишки и сейчас покажу котел андрюша сюда напхнул еще каких-то помимо ореховых палочек этих дровиняшек еще какие-то тут супа суть посуши нашел вот и такой огонек сейчас уже практически 60 градусов на котле да на котле на самом вот но зато в доме тепло стало конечно не удобно это все но зато в тепле и пока попробуем отсрочить включение отопления она прогорит конечно но сегодня наверное веточки мы может быть уже и не будем засовывать вот оставим на следующий раз посмотрим будем раз в несколько дней протапливать и самый интересный момент специально подождала пока тут образуется вот смотрите да специальная такая дверца она снимается вот у меня такая палочка специально металлическая вот я ей поварушу там и пепел падает вниз по чуть-чуть что мы делаем с пеплом ну во первых пепел должен остыть вот потом мы его собираем в бочку конечно когда он уже полностью остывший даже вот сейчас я конечно руками туда не буду лезть вот просто показывает очень горячо да у нас бочка обычная пластмассовая и туда мы складываем уже остывший пепел обычно это на утро следующего дня или днем следующего дня так скажем да после того как мы протапливали ну потом пепел постепенно на огород для удобрения вот такой классный пепел это получается от веточек да с ними конечно мороки много но зато видите видите как классно вот такой классный когда высыхает естественно руками туда лезть не надо даже абсолютно холодный пепел потому что у кого проблемы у кого проблемы с кожей этого делать не надо будет сухая кожа и без того и будет трескаться там очень много микроэлементов разных так это пепел пепел который уже были был с прошлых разов мы вот сегодня пересыпали тут вот обязательно сразу вот кто собирается сохранять пепел храните его только в отапливаемом помещении в теплом чтобы она была не сыра не мокра потому что пепел сбивается в такую грудку а потом с него толку в принципе никакого нет вот а так пепел может храниться бесконечно долго здесь у меня целая бочка тут я не знаю бочка это для не пищевых продуктов то еще мама когда-то покупала давно 50 литров но не знаю сколько здесь именно килограмм самого пепла не буду утверждать вот поэтому мы так сохраняем до следующего так скажем сезона когда нужно будет все эти садить и я уже много раз показывала я высыпаю там где вот растет когда я лунки делаю чтобы во первых это удобрение во вторых и видно видно где посажено где ростки ждать а где допустим там бурьян может вырасти так что пепел у нас есть сразу для того чтобы не было вопросов а хорошо вы там пепел не продаете нет не продаю пепел нам нужен самим и не отдаю сейчас ничего бесплатного нет так что пепел вы можете в любых магазинах купить и кстати стоит он не так уж и дешево поэтому извините а это пепел такой хороший с дровиняшек да непонятно не ну понятно по крайней мере из чего вот поэтому мы пеплом не торгуем даже не просите что показала я вам как мы топим котлом а сейчас а сейчас мы вот будем что делать это английские основы правознавства вот еще радость головная боль так что нам сейчас будет совсем весело натопили тепло поля хватит тетради уже дает ребенок уже просто устал не надо на меня кидать в общем ладно на такой оптимистической ноте я с вами прощаюсь всем сегодня мирная ночь и в общем как можете отвлекайтесь видите у нас веселуха ладно всем хорошего настроения всем пока до завтра